Average Directional Movement Index или индекс среднего направления движения Создателем данного индикатора считается Уэллс Уайлдер, который всемирно известен за своей разработки уникальных торговых систем. Уайлдер описал данный индикатор в книге «Новые концепции технических торговых систем». Average Directional Movement Index, или как чаще его называют ADX, переводится как индекс среднего направления движения. Помогает он в определении силы тренда. В отличие от большинства трендовых индикаторов, он располагается под окном графика цены. Что мы видим на данных рисунках? На верхнем рисунке мы можем видеть, как выглядит индикатор ADX в терминале MetaTrader 4. На нижнем графике – индикатор ADX в терминале Quick. Данный индикатор состоит из трех линий. Индикатор направления рынка плюс DI, или индикатор позитивного направления движения. Индикатор направления рынка минус DI, или индикатор негативного направления движения цены. И, собственно говоря, линии ADX, которая отражает силу тренда. ADX имеет собственную шкалу в диапазоне от 0 до 100. Его значение можно расшифровать следующим образом. От 0 до 25 – отсутствующий или слабый тренд. От 25 до 50 – сильный тренд. От 50 до 75 – очень сильный тренд. И от 75 до 100 – экстремально сильный тренд. Вычисление индикатора основывается на скользящей средней расширении ценового диапазона, или волатильности рынка, за определенный период времени. По умолчанию используется период 14, то есть берется 14 свечей. Хотя могут быть использованы и другие периоды. Индикатор ADX одинаково хорошо может работать на любых рынках, включая акции, фьючерсы, валюты, взаимные фонды и т.д. Расчет индикатора ADX происходит по следующей формуле. Для установки индикатора ADX в терминале MetaTrader 4 нам нужно нажать «Индикаторы», «Трендовые», «Average Directional Movement Index». В разделе «Параметры» мы можем установить период, то есть по скольки свечам будет рассчитан индикатор, а также цену, по которой будет считаться. По умолчанию стоит цена «Close». Естественно, мы можем настроить цветовую гамму и толщину линий. В разделе «Цвета» мы настраиваем цвета «Плюс DI линий» и «Минус DI линий», а также толщину. Нажимаем «Ок» и индикатор появляется внизу графика, как и полагается. Для установки индикатора ADX в терминале Quip нам необходимо вызвать контекстное меню, нажав правую кнопку мыши, нажать «Добавить график индикатор», в появившемся окне выбрать ADX, новое окно и нажать «Да». В окне «Настройки индикатора» мы можем выбрать необходимые нам данные, поменять цветовые настройки индикатора, а также параметры. Количество периодов, то есть количество свечей, за которые будет рассчитываться индикатор, метод расчета, по умолчанию стоит «Exponential», а поле цены, к сожалению, здесь не меняется, здесь исключительно цена «Close». Также мы можем здесь поменять цвет линии «Plus DI» и «Minus DI». Нажимаем «Сохранить» и индикатор появляется на графике цены. На данном рисунке мы можем видеть, как восходящий тренд меняется на нисходящий. Обращаем внимание, как линия ADX повысилась во время бычьего тренда, когда линия «Plus DI» пересекла линию «Minus DI». То есть вот оно отмечено синим овалом. Когда ценовая линия «Minus DI» пересекла линию «Plus DI», линия ADX также повысилась, отражая силу уже нисходящего тренда. То есть данная ситуация выделена как раз таки красными овалами. Низкое значение индикатора ADX, как правило, это признак накопления или распределения актива. От низких значений индикатора ADX начинается развиваться тренд. На данном рисунке видно, что тренд начал зарождаться при очень слабом значении ADX, приблизительно в районе 15. С развитием тренда происходит усиление индикатора. То же самое мы можем здесь видеть и с нисходящим трендом. Зарождение тренда также происходило при очень низких значениях индикатора ADX. Самый простой метод торговли на основе индикатора ADX заключается в сравнении двух индикаторов направленности – 14-периодного «Plus DI» и 14-периодного «Minus DI». Wilder предлагает покупать, когда «Plus DI» поднимается выше «Minus DI» и продавать, когда «Plus DI» опускается ниже «Minus DI». Как только «Plus DI» пересекает «Minus DI» снизу вверх, открываем сделки на покупку. Сигналом для закрытия данной длинной позиции будет момент, когда «Minus DI» окажется выше «Plus DI». Одновременно этот момент является и сигналом для открытия коротких позиций, выход из которых будет осуществлен по сигналу на покупку. В данном случае это будет вот здесь. Стоит помнить, что пересечение линий «Plus DI» и «Minus DI» время отремени могут давать и ложные сигналы, так что всецело полагаться только на этот сигнал не стоит. Лучше присмотреться еще и к линии силы тренда – линии ADX. Индикатор неплохо зарекомендовал себя на тренд, а вот во флете его точно использовать не надо. Кроме того, иногда выходить из позиции лучше при ослаблении силы тренда, а не при пересечении «Plus DI» и «Minus DI». Если обратиться к этому рисунку, то выход из данной длинной позиции вполне можно было бы осуществить и вот в этом моменте, когда сила ADX, сила тренда явно пошла на убыль. Что касаемо данной короткой позиции, если бы она имела место, выход можно было бы осуществить вот здесь, при ослаблении тренда, либо, если бы мы пересидели этот момент, вот здесь. Эффективное использование ADX зависит исключительно от опытности трейдера. Часто трейдеры для более точных торговых сигналов используют ADX вместе с дополнительными индикаторами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА